Всем привет, друзья мои! Сегодня у нас 31 августа, Московская область. Лето закончилось, последний день. Детей и внуков проводила и занимаюсь делами. Проводила куда? С дачи, поехали в Москву. Кому в школу завтра, 1 сентября, кому на работу, кому на учебу. В общем, все уехали. Мне скучно, я занимаюсь делами и решила вам все рассказать, какие у меня сегодня дела. Порезала яблоки и буду делать пастилу. Вот такие у меня яблоки привезли мы с Рязанской области. У нас не яблочный год, но кое-где на яблонях яблочки есть. Но они такие поздние, мы еще их не срывали. Груши будем рвать. Вот, нарезала, поставила в духовку запекать. Вчера вечером делала. Запекала, запекаю, потом блендером их пробиваю и раскладываю специальные такие для пастилы. Делаю пастилу из яблок. Без сахара, без ничего. Сейчас вам покажу. Они у меня всю ночь 8 часов ставила в дегидратор. Всю ночь они у меня простояли, но немножко не подсохли. Еще чуть-чуть я их положила на подоконник там в пристройке на солнышко. Вот, детям своим, внукам передаю привет. Сходила в лес. Степочка с Лешенькой, мои любимые внуки маленькие, они любят со мной ходить в лес. Все ваши места я обошла. Но у нас тепло, солнышко, дождя нет, поэтому грибов как бы мало. Ну, немножко набрала, сейчас вам тоже покажу. Хочу сказать, Степ, под твоей березкой я нашла грибочки. Под березовики. Сейчас покажу и пастилу, и грибы. Вот такие грибочки, подосиновики, подберезовики. Вот, под березкой нашли. До этого были только подосиновики, а сейчас вот смотрите. Раз, два, три, четыре подберезовика. Пять. Пять. От этого не знаю, где ножка. А, я ее выкинула. Она, я посмотрела, она не очень такая хорошая. Я ее выкинула. Вот. И вот сколько подосиновиков. Два, четыре, шесть, семь, восемь. Вот так. Так, вот грибочки все порезала. Сейчас поставлю варить. Помою и поставлю варить. Я потом в морозилку. А потом я их буду мариновать. Так, и вот такая пастила. То есть я их, вот на специальные, такие в дегидраторе есть, для пастилы и противня. Я их хорошо разлила. Ну, первый раз делала, не очень у меня ровненько получилось. Вот этот противень надо смазать маслом. И получается, хорошо вот потом снимается. Вот так их сворачиваем трубочкой. Не до конца еще, вот где толсто было, я первый раз неровно разложила. Вот. Здесь еще у меня не просохло. Я их выложила. В каждом дегидраторе вот три таких противня. Не знаю как. Подноса. Не знаю, в общем, как их обозвать. Надо прочитать, как они правильно называются. Вот. И на них обязательно, ну, то есть специально для пастилы они предназначены. Так что сейчас тоже занимаюсь пастилой, грибами. Вот такие у меня дела. Значит, спрашивают у меня, закрываю ли я помидорную теплицу на ночь. Нет, не закрываю. Огуречную закрываю, а помидорную нет. Что закрывать, там уже осталось немножко. Дети уехали, собрались с собой. Много на переработку. Вялим, закрываем в собственном соку, едим. В общем, все идет в дело. Работы полно. Каждый день работаем. Чем-то занимаемся. Дурака не валяем. Так, что там у меня осталось? Свекла, морковь. Морковки совсем немножко у меня в грядках осталось. Я ее и сажала немного. Мы ее ели. И потом делали заготовки. Немножко девчонки взяли с собой. У всех вопрос. Две дочки у меня, две внучки и два внука. То есть, нас много народу, 10 человек, поэтому все у нас, как бы, мы ничего не выбрасываем. Все в дело. Вот, они взяли немножко с собой. Потрут. В морозилку положат. Потом мы делали борщевую заправку. Туда много идет морковки. В общем, вот у меня осталась морковка, свекла, капуста. Это баклажаны еще растут в открытом грунте. В теплицах помидоры. В огурцах я вам показывала. Огурцы уже хочется выдрать, но они пока еще потихонечку растут. Пусть растут. Вот, такие у меня дела. Сейчас я вам... А, там у меня еще лук-порей. Вот, тоже спрашивали. Я показывала, как мы его постригли. И он снова растет, растет. Можно еще даже раз стричь. Полили его с гуматым калием. Он прям хорошо ножку набирает. То есть, я лук этот первый раз сажала. В этом году показывала. Ролик снимала. Тоже в интернете увидела. Потому что раньше мы в бороздке его сажали. А в этом году мы делали дырки палкой. Прямо туда вот так вставляли. Мне понравилось. Не надо его окучивать. Растет отлично. Так, что еще хотела вам сказать? Ну, хейтеры там появились. Пишут, как всегда. То есть, не волнуйтесь. Все в порядке. Все хорошо. Зря вы переживаете. Так, что еще? Ну, всем здоровья. Могу показать еще улицу. Потому что сейчас-то, в принципе, там жарко. Но все равно немножко могу пройтись по огороду. Показать вам, кому интересно. 31 августа, Московская область. Сегодня у нас хорошая солнечная погодка, тепло, красота. Завтра 1 сентября. Тоже обещают тепло. Гортензия моя меняет цвет. Видите, порозовела. Я рассказывала, что здесь у меня две растут гортензии. Одна вот такая высоченная, вторая поменьше. Вот эта, которая поменьше. Ой, сажала давно. Название вам сказать не могу. Видите, она какая красивая. Розовая. А та всегда была белая. Но она, наверное, опыляется или что-то. Смотрите, она тоже стала розовая. Но эта немножечко темнее. Прям вот красивая такая, крупная. Очень красивая гортензия. Все мимо проходят. Она выше забора. Любуются. Сначала она белая-белая. А потом, вот видите, такая вот она сначала какая беленькая. А потом меняет свой цвет. А к осени будет вообще прям красная. Вот такой мой огород накануне осени. Вот я вам рассказывала, что обрезала лук-порей. Он опять вырос. Его надо снова обрезать. Вот здесь редко на грядке. Тут мне некуда было остатки сунуть. И я их очень часто посадила. Вот. А здесь редко. Смотрите, он какой толстый, хороший. Вот. Груша скоро будем обрывать. Она осенняя. Мы в первых числах сентября ее всегда обрываем. Она уже начала вот наливаться. Свекла. Остатки сладкие. Вот такая морковка тоже остатки. В общем, грядки пустеют немножко. Там баклажаны. Баклажаны еще растут. Баклажан много. Обрываем. Вот только на днях обрывала. Но их много-премного. Так что пусть растут пока. Пока тепло. Вчера полила их с гуматом калия. Думаю, пусть растут. Раз погода теплая. Вон они прям до макушек висят. Баклажанчики. Здесь цветы, которые уже отцветают. Немножечко уже ссыхают. Надо их, наверное, полить. Так. Капуста редеет. Потому что мы ее едим. И девчонки взяли с собой. Качаны хорошие. Крепкие, крупные, хорошие качанчики. Ну, уже не так много осталось. Той капусты. Но все равно нам хватит. Нам ее хранить негде. Поэтому вот они. Это вон что-то... Лист у нее портится. Надо ее, наверное, срезать. Так. В огуречной теплице у меня тоже вот растет один баклажан. Два. У меня их два. Вот они. Огурцы пишут перрон спорос. Да. Я так думаю, что да. Так. Здесь что? Здесь еще вот перцы. Ой, девчонки уехали. Не все оборвали. Приедем еще дорвем. Перцы еще есть. Огурцы не хочется мне ничем уже обрабатывать. Пусть так растут. Потихоньку. И ладно. Это у нас стоит отпугиватель. От медведки. От кротов. Гудит. Даже лягушек всех распугал. Ну и вот помидорная теплица. В каком состоянии. Буду уже обрывать последние помидорки. Еще вот на макушках зеленые висят. И тут вот в тени тут еще много зеленых помидор. Ну, которые уже оборвали выдерут. А которые еще не доспели. Пусть спеют. И вот еще вторая теплица. Вот так все выглядит. Вот здесь еще много зеленых помидорок. еще пока растут. Вон эти смотрите, уже согнулись. Мне не хочется их даже подвязывать. Пусть так висят. Держатся друг на дружке. Там вон тоже. И вот там. В общем, пока здесь еще есть зелененькие помидорки. зеленые и красные. Всякие разные. Вон до потолка. На потолке еще, видите, висят шоколадные вот эти папина угощения. Спрашивали, от какой фирмы? От Айлиты. Мне нравится. Но они поздно в этом году завязались. И вон прям на макушках висят. Я еще в этом году вам не рассказывала, что у меня тут растут помидоры Казанова. Вот они. Их дочка любит сушить, вялить. Она уже их практически все оборвала. Осталось вот немножко вялила. Они такие суховатые. И на вяленье ей нравится. Очень хорошо. Хотя, вы знаете, они и в банках хорошо не лопаются. Они такие мясистые, вкусные зимой. Но у меня их несколько корней было. И вот уже остатки. Остатки. Кому интересно, посадите, попробуйте. Томат Казанова. Хорошие томатики. Урожайные. Неприхотливые. Несильно облиственные. Конечно, в салат мне нравятся тоже они такие мясистые, хорошие. Но вот я их сажаю, дочка их вялит. Вот так. покрупнее, которые красные налились. Я уже теплицу, огуречную, фу, блин, помидорные теплицы не поливаю месяц. Больше месяца, наверное. Вот. Иначе, если польешь, то будет фитофтора. Все у меня сухо. Даже последний раз раскидала залу и не полила. И так вот она и осталась лежать. Ну все, друзья. Всем здоровья и счастья мира. Хорошего настроения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok